Хорошо. Вот это первый раз в жизни. А вы знаете еще почему? Потому что я же всегда стою там, я смотрю, что происходит. А здесь я не знаю, что он там делать само по себе. Так что, когда вы ездили в Европу, когда эта поездка состоялась? Ну, это было, значит, прошлым летом. И на все на это ушло почти, ну, в общем, где-то две с половиной недели все вместе получилось. Потому что вы были в Лондоне, встречались тоже с монахием благоведческой обители, которых никто не записывал до вас. Что произошло, я вернулась после Женевы, после Брюсселя, после Бельгии, Франции и Швейцарии. Я вернулась в Нью-Йорк и заболела, у меня была операция. Но, когда я была в Европе, то мне было очень порекомендовано встретиться с митрополитом Калистосом, который Владыка Иоанна знал и очень его почитает. Вернувшись, я написала ему письмо. И он благосклонно ответил, сказал, что да, это возможно. И мы стали договариваться о том, чтобы по возможности увидеться осенью. Дело в том, что, как вы понимаете, да, все поездки из Америки в Европу, человеку не имеющего никакого бюджета. Потому что это даже не малобюджетное, а безбюджетное кино. Это очень сложно. Поэтому, при всем моем уважении и почтении кладыке митрополиту Калистосу, имея как бы уже все-таки опыт журналистский, я понимала, что надо еще что-то искать. То есть, если уже ехать туда, то постараться по возможности охватить и другие места. И из тех же, из той же биографии Бернарда или Каровла, такие они, я, в общем-то, узнала и о существовании Благовещенской обители. Вот. И, конечно, для себя поставила задачу там побывать. Сложность заключается в том, что они очень пожилые, им уже 95 лет, они не пользуются никакими интернетами. Вот. И телефон их не значился нигде. А тот, что я нашла, он оказался недействительным. Надо тут же упомянуть, что во время моих съемок по местам Владыкиана в Европе я снимала не только в тех храмах, которые приезжают в Русской Зарубежной Церкви, но и которые вышли из ее состава в результате своих других взглядов, да, не будем в это углубляться. Тем не менее, изначально я себе сказала, что если я хочу снять как можно больше информации о житии Владыки, то мне не надо сейчас заниматься современными проблемами, а надо снимать везде, где я могу побывать. Единственный для меня стоял открытый вопрос, пустят ли они меня туда. Я хочу сказать, что я вернулась очень окрыленной после поездки по трем странам европейским, потому что я увидела абсолютно беззлобные к себе отношения. При этом ни разу не была поставлена в положение, где мне надо оправдываться или защищать свои интересы. Я была на самом деле... Или отказываться от каких-то ваших взглядов. Абсолютно. Вообще, надо сказать, что встреча с отцом Вениамином Жуковым в храме всех святых в Париже, который тоже сейчас в Росколе, в Лестницкой обиде, вот эти два места, которые ушли в Росколе, в которых я побывала, будучи во Франции, произвели у меня очень сильное впечатление. Я старалась не давать своим мыслям ходу о том, что как жалко, что они, значит, вышли из ЛОНа Роско-Зарубежной Церкви. Это как бы на все свое время. И я с благодарностью отнеслась к тому, что мне было позволено переснять те святыни, которые у них хранятся, с большой любовью. Абсолютно старалась ничего не обсуждать, для себя даже внутри не осуждать. И наградой за это были прекрасные съемки, прекрасные отношения ко мне и к проекту. И во имя святого Владыки все нашли в себе и силы. И это оказалось не так сложно. Что именно оказалось так сложно? Абсолютно не сложно пропустить мимо всю эту политическую ситуацию и говорить о Владыке Ане, и не только о нем, но я видела тоже и боль, и чаяние, и переживания за судьбу Роско-Зарубежной Церкви у тех людей, которые ушли в Роскол. И когда я вернулась за этой поездки, я... То есть вы ощущали, что они тоже как бы чады Владыке Ана, остаются чады Владыке Ана? Безусловно, абсолютно. И как я говорила многим, прекрасные книги выпущенные, скажем, вот этой церкви в Париже отцом Вениамином и отцарей, а Владыке Ане, все это очень достойные работы. То есть они живут не в прошлом, они продолжают что-то делать, безусловно, много делать и сегодня. А туда приезжают паломники также из России. И я, в общем-то, говорила потом, когда вот была возможность общения с митрополитом Ларионом, я его поставила в известность, что я была в этих местах. И он, в общем-то, понял меня и сказал, что, конечно, как можно обойти стороной такие крупные событийные места, которые имеют отношение не только к Владыке Ану, но и ко всей нашей миграции. Поэтому, когда я вернулась в Нью-Йорк и планировала свою поездку, встречу с митрополитом Калистосом, и искала телефон Благовещенской обители, я также надеялась, что они меня пустят их снимать. Когда я разговаривала с Машкой Викентией, да, она задала мне вопрос по телефону, в какую церковь я хожу, я сказала правду, и когда я ее спросила, что после этого вы не сможете саму встретиться, она сказала, нет, ну что вы, о чем вы говорите. Вот, это уже потом, когда я побывала у них, была там почти три часа, они люди очень пожилые, поэтому почти три часа съемки для любого человека много, а для них это было, конечно, не очень легко. Я узнала, что не очень посчастливилось, потому что я не только смогла, так сказать, с ними найти общий язык, и когда они меня впустили, и все рассказывали, показывали, но их никто никогда не снимал. Вот, и что они, в принципе, делали большое одолжение мне, не только потому, что я там вхожу в другую церковь, но что, в принципе, они никого с камерами туда не впускали. Какой суббомонашеский такой уклад? Ну, они очень открыты, у них там куча детей, прихожан, они просто не хотели никаких камер там у себя обычных монастырей, но они понимали значимость этого всего, они понимали, что, так сказать, человеческие годы не бесконечны, и я была очень рада, что мне удалось их заснять. Я была очень рада их жизни, вы знаете, было просто отрадно видеть, как я его называла, пряничный домик, в который владыка Иоанн поселил своих любимых сестер из Палестины. Вот, они палестинки все, говорят хорошо по-русски. Вот, и, может быть, знаете, как бывает, когда люди долго любят кого-то и вместе живут, они становятся друг на друга похожи. Вот, когда открылась дверь, они такие все небольшого роста. Я даже подумала, они как будто сестры Владыкиана, как это есть похожесть в их внешнем облике. Та трепетность, та любовь, с которой они хранят, все, что имело к нему отношение, просто удивительное. И при этом это не музей. Вот, что самое удивительное, дом очень небольшой, и у них много прихожан. Приходят люди с детьми, вот во время моих съемок была пара молодая, которая осталась у них обедать. И они разрешают людям входить и сидеть, рассматривать. То есть это абсолютно не за красной какой-то там ленточкой, и только со стороны можно смотреть. Наоборот, они говорят, садитесь, пожалуйста, здесь Владыка у нас вечером обычно проводил свой доступ вечером. Но при этом все в таком идеальном порядке и оставлено, как будто Владыка только отошел, и он скоро вернется. Вот. И после этого мне удалось встретиться с отцом Миленко Зебичем, который сербский священник. Во Франции, да? Нет, это в Англии тоже. А в Англии, ага. И удивительной была эта встреча тем, что он там же, в Благовещенской обители, провел два дня со своей семьей, оставшись там ночевать в связи с похоронами королевы Марии, супруги и вдовы на тот момент короля Александра, которого Владыка Иоанн очень почитал, как мы знаем, и служил по нему панихиду. Это известная история, по-моему, в Марселе, да, он это делал, на том месте, где он был убит. И вот встретиться с живыми свидетелями этого очень трагического события, потому что с ее смертью уходила эпоха, конечно. Она супруга самого короля Александра. Да, да, и вот она когда скончалась, то Владыка отпевал ее, был на ее отпевании, и потом, насколько я понимаю, трапеза была небольшая устроена как раз в Благовещенской обители, и там они остались все ночевать, они провели с Владыкой там, как раз все остались ночевать в этом монастыре. Я много слышала... С Владыкой Иоанном? Да, да, да. Владыка Иоанн там же рассказывал. Я понял. То есть он рассказывал о его воспоминаниях. Да. И на тот момент был еще молодой священник, и только начинал он очень трепетал, зная, что Владыка особый, и он очень с юмором рассказывает, как Владыка ему сказал, ну что так ты, типа, переживаешь, ты ешь, голодный, ну что так, можно есть, не надо так уж... Вообще, конечно, о человечности Владыки Иоанна, его простоте, его доступности, его удивительной чуткости и умении найти подход каждому человеку, это самое трогательное, что мне всегда удавалось записать. Но вот когда я остановилась, вот хочу особо добавить по поводу отношения иностранных православных к Владыке Иоанну. Когда меня поселили в этой квартире с девочками-румынками, и вот утром одна из этих девочек собиралась, ну девушек молодых собиралась на работу, а я спала на диване, который мне там отделили, и она так тихенькая, чтобы меня не будить, но я проснулась и не хотела ей тоже мешать. Я случайно увидела, как она, уже уходя на работу, повернулась, поцеловала икону Владыки, помолилась, взяла его бутылочку с маслом, намазала себе крест на лбу, и только после этого она вышла из дома. И вот когда я это увидела, это меня настолько потрясло, потому что это то, что, в общем-то, делаю я в своей, так сказать, секретной жизни, я не выхожу из дома без масла Владыкия, у себя на лбу уже последние 4 года, это произвели меня нереально, я с собой его ношу, если я забыла, значит я это делаю в машине. И потом мне открылось, как глубоко они его почитают, что ими румынами издана целая книжка для детей Владыкия на румынском языке. И это отношение было для меня очень показателем. Приехав же в Англию снимать, в связи с Владыкой, мне открылся мир священников православных английского происхождения. В связи с этим я очень хочу упомянуть отца Андрея, Эндрю Филлипс, отец Андрея, построившего, он человек с многодетной семьей, что вам должно быть близко и знакомо, если я сейчас не ошибаюсь, или 5 или 6, скажете 5. И тем не менее на свою очень живянцевую, очень небольшую зарплату учителя, имея такую большую семью, Божьей милостью он построил храм, ну по размерам сравнимый только с храмом всех старающих радостей, в которых лежат мощи самого Владыкияна. И что самое удивительное, вот эта идея вселенского православия, она меня взяла вот на такое вот путешествие в мир далее. И открыла мне, видимо, знаете, вот как говорится, стучите и откроется. Вот мне хотелось знать больше, и оно больше стало проявляться. И своего рода митрополит Калистос это было только начало того, что я увидела. И когда же я увидела, что в стареемом городе Колчице, где, собственно, и нет такого количества русских, у них, по-моему, там вообще на весь город 50 человек всего, английского происхождения православный священник строит в честь Владыкияна храм, именно в честь вот именно вселенского православия и его как православного, святого для всех православных. И рассказывают мне о том, как эмоциональный у него, в общем-то, община приходская. И более того, он по стенам его огромного совершенно храма, потому что это XVIII века старейшее здание деревянное в Колчице, которое раньше принадлежало англиканской церкви, и они его выкупили и сделали из него православный храм. Тоже очень интересно, да, как это все получается. То по стенам этого храма стоят иконы разных православных святых, которых мы с вами можем даже, ну, я, например, точно могу не знать. Но когда у них бывают большие праздники или крестный ход, то прихожане, принесшие эти иконы, познакомившие друг друга со святыми из разных православных стран, с этими иконами обходят весь храм. И, понимаете, вот в этом для меня стала огромная радость, потому что, конечно, часто бывает, что не все идеально там или здесь, и много всяких сложностей происходит в разных приходах, но когда ты видишь, что на самом деле это такой огромный мир, и это только какое-то окно, которое у меня открылось, потому что я не была еще там в каких-то других странах, я только могу подозревать. Но встреча со священниками нерусского происхождения, она особенно трогательна, и в этом смысле я хочу отметить потрясающего совершенно настоятеля, основателя монастыря, построенного в честь храма всех скорбящих радостей, и в честь памяти... То есть он называет честь скорбящих радостей, но он и в честь памяти Владыки Иоанна, почитатель Владыки Иоанна, отец Фада Томас, отец Фома. Это во Фламандии, когда я была в Брюсселе, это буквально где-то пять часов мы ехали, и слава тебе Господи, что он меня принял, разрешил снимать, и я как раз была у него в канун прославления Владыки Иоанна, то есть с первого на второе июля. Вот тоже удивительная история, отец Фома встретил Владыку, будучи совсем маленьким мальчиком, в Брюсселе много лет назад, искренне рассказывал об этой истории. Одна встреча повлияла на всю его жизнь. У них была многодетная семья, отец уходил от мамы, в результате он был в жуткой депрессии, отец очень переживал, и вот, идя по Брюсселе, он вышел на вокзал, он увидел Владыку Иоанна, который стоял и что-то разговаривал с группой молодежи. Он говорит, что он оробел, ничего про него не знал, ничего его не спрашивал, но тот на него посмотрел. И этот один взгляд, он сказал, дал мне ощущение душевное, что все пройдет, что все в жизни будет хорошо. Он говорит, я всегда чувствовал какой-то призыв идти в монашескую жизнь, и он сначала закончил, получил свое образование как католический священник, монах. И спустя 15 лет он случайно попадает, ну как случайно, не случайно, но попадает в православный храм в Голландии, если я сейчас не ошибаюсь, ну в интервью все записано. И там он уже на тот момент, владыка был прославлен, и там он видит его портрет, и вот там ему рассказывает, и он вспоминает, что он видел этого человека столько лет назад вот на вокзале в Брюсселе, и все время держал это в своей памяти. И вот ему рассказывают о том, кто такой владыка был. То, что он оставляет все, и в совершенно, казалось бы, неудобных условиях, во фламанских полях, там католические фермеры, строят всего знавсего с братьей, из девяти человек монастырь, причем такой красоты, вы понимаете, вот удивительно, все в этом монастыре сделано и расписано, и построено руками этой братьи. У них все свое, козий сыр и так далее. Но самое главное, даже не это, хотя красота невероятная, и тебя встречает огромный портрет икона владыки перед самым входом, но самое главное другое, что несмотря на свою, казалось бы, ограниченную способность финансовую, монастырь не просто ведет в миссионерскую деятельность, он полностью содержит детский дом в Перу православный. И они, значит, туда и летают, и поставляют средства, и он их навещает регулярно. И вот в продолжении этого есть какое-то особенно сильное ощущение от того, что там происходит. Да, они сами небольшой монастырь, но деятельность их выходит широко за рамки. Вот, Маша, я слушаю вас, у меня было такое впечатление, что владыка Орианч, он достаточно суровый. Если бы я был у него священнослужителем, я вот не знаю, как бы... А у меня совсем другое ощущение от него. Поэтому мне это интересно именно услышать, то, что вот как бы ты видишь, что он не только с людьми как бы своего типа мог как бы находить язык, но тоже совершенно вот как с этим молодым человеком. Вы знаете, меня часто удивляет, такие крайние мнения. Вот я вам скажу такую вещь. Люди... Многие мне встречались люди, которые его имели счастье лично видеть. Или хоть чуть-чуть, знать не скажу, но по крайней мере, какое-то общение имели. И говорят, ой, мы так его пугались, ой, он был такой это... И такой странный. Но не все. Но были такие вот у меня встречи с людьми, которые такие вещи говорили. И когда почему-то вот общаешься с людьми, которых не было, может быть, вот такого физического контакта, абсолютно не чувствуют вот этой вот такой вот суровой строгости. Но я хочу сказать, что из тех, кто его лично знал, по славу тебе Господи, мне встречались люди, которые тоже говорили, что юмор был замечательный. Вот вам очень характерная история. Быстро. Она замечательная. Но скажите им, чтобы они пока... Потому что они же будут мешать. Я снимала такая Ольга Губина. Она дочка его большого была друга, казака, который очень его поддерживал, Владыки Ана, начиная с Шанхая. И во время моей записи с ним, с нею в Сиэтле, у меня есть кусок ее интервью в фильме, но не все вошло. И вот я, говоря о суровости Владыки Ана, она выросла на его глазах. Он ее очень любил. Ну, как он любил всех, но, конечно, как и живой тоже человек, он кому-то привязывался, возникала дружба между ним и другими семьями. И вот это был тот самый случай. И, конечно, он очень переживал за то, как сложится ее жизнь. И вот она рассказывала, что когда она приходила к нему на исповедь, то он говорил, надо в последней крупинке там все рассказать. Конечно, она трепетала этих исповедей, и переживала, и все. Баб, пожалуйста, ну не надо там стоять разговаривать. И она мне рассказывает, что он был как раз тот момент, когда он отправляется в Европу, в общем, они теряют связь такую близкую на какое-то время. И вот он возвращается в Сан-Франциско. Они радуются тому, что он прилетает, вот ее воспоминания, как весь приход из старых, тех, кто был в Шанхае, падает на колени, плачет, плачет Владыка. Но что случилось с ней к этому моменту? Она уже не девочка Оля, любимая его, которую он, так сказать, так пестовала. В Шанхае. Ну, она в Сан-Франциско уже в это время, но он ее знал в Шанхае, да. Она уже взрослая женщина с двумя детьми, оба от разных браков, и оба брака были с американцами. И я ее спросила, вот Владыка уехал, и вот он вас нашел. А, причем она рассказывала, что часто во время исповеди он говорил, как там с ребятами рассказываешь, с ребятами гуляешь, предвидел, переживал за то, как сложится ее личная жизнь. И вот я ее спросила, когда мы возобновили отношения, он приехал, стали ходить к нему в храм, он увидел вас с двумя мальчиками. Он хоть раз, хоть когда-нибудь, ну не то, что я там осудила, конечно, может быть, и не то слово, но сказала ей, Оля, ну чего ж ты, я тебя там растила, а ты вот так, ни разу, никогда. Он принял это как данность, так прошла жизнь. И единственное, о чем он просил, чтобы она стала приводить ребят в храм служить, прислуживать. И как раз по этому поводу замечательная шутка. Один раз вечером они были на вечерние, и он спросил, ну что, Оля, завтра придете? Она говорит, да, владыка, завтра придем служить. Он говорит, ну вот и хорошо, мы будем прислуживать. Понимаете, это вот такая, казалось бы, такая черточка, но она очень о многом говорит. А он имел право, имел право, так сказать, сказать ей, может быть, что-то и пожурить, но он понимал, что уже поздно, так случилось. и, так сказать, жизнь пошла вперед.